Алексей Стряпан, житель Силаново-Полтавка Черниговского района, работает машинистом дробильной установки. В свои 32 года на здоровье не жаловался, но несколько дней назад появились боли в сердце. Алексей решил, что виновата в этом жаркая погода. Результаты обследования в областном центре сердечно-сосудистых заболеваний показали, что у него серьезная сердечная патология. Мне стало немножко плохо на работе, и сразу же после обращения к врачам меня направили сюда. Здесь меня обследуют и будут, наверное, уже скоро выписывать. Были дискомфорты в сердце, давящие ощущения болевые. Да, были. Сейчас очень прекрасно все чувствую. Всемирная организация здравоохранения провела специальные исследования по влиянию климата на здоровье человека. Украина не является стороной с экстремальными изменениями погодных условий, но сердечно-сосудистые заболевания у нас лидируют показатели причин смертности населения. Ежегодно в отделении электрофизиологических исследований областного центра сердечно-сосудистых заболеваний несколько тысяч жителей нашего региона получают стационарную и консультативную помощь по проблемам работы сердца. Но в летнее время количество обращений людей к кардиологам существенно возрастает. Чаще всего на первое место выходит та проблема, которая у человека была хроническая. То есть, если в организме, ну скажем так, самое слабое звено – это сердечно-сосудистая система, то, естественно, на первое место выйдут скачки с давлением, выйдут нарушения ритма. Если самое слабое звено – это нервная система, либо человек имеет такую очень сильную, мощную работу, связанную с тяжёлыми стрессами, на первое место выйдут какие-то проблемы, связанные с нервной системой. При резком подъёме температуры окружающей среды в организме ускоряются все обменные процессы. С потом через кожу человек теряет большое количество электролитов, необходимых для нормальной работы сердца и других органов. С потерей жидкости, которая нужна, чтобы охладить организм, мы теряем какой-то объём кровообращения. Соответственно, кровь становится более концентрированной. И на этом фоне у нас возможны и скачки давления, и резкие падения давления. И из-за концентрации крови возможно образование тромбов. Для профилактики таких последствий в жаркую погоду необходимо увеличить употребление жидкости, желательно минеральной воды, в полтора раза и проконсультироваться с врачом.